В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Коротко о главных событиях. Логотип к тысячелетию Бреста представили в городской мэрии. На сессии горсовета председатель Брестского госполкома Александр Рогачук вручил заслуженную награду победителю художнику-дизайнеру Анне Редько. Утечка паров, ортофосфорный и азотный кислот на заводе Брестской бытовой химии. Слаженность работы МЧС позволила избежать жертв. Город функционирует в штатном режиме. Открытие мемориальной доски Героя Советского Союза Пантелею Борисовичу Лактионову, чествование ветерана Великой Отечественной войны, памятные митинги в местах захоронения героев, встречи и акции. Город над Богом готовится к великому празднику – к 72-й годовщине победы над фашистскими оккупантами. Насыщенная боевая техника, глубокая философия, невероятная сила духа. Белорусская федерация кокюсинка и будо-карате под руководством талантливого наставника, человека, знающего свое дело Дмитрия Олехновича, празднует 20-летие. Об этом и не только прямо сейчас. В Бресте был торжественно представлен логотип города к тысячелетию. Его автор, талантливая художница и дизайнер Анна Редько смогла объединить в одном символе исторические традиции и современный контекст. Все то, чем уже не одно столетие славится наш областной центр. Победителя торжественно представили во время сессии городского совета депутатов, а заслуженную награду Анне Редько вручил мэр Александр Рогачук. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Конкурс на логотип к тысячелетию областного центра был объявлен еще в октябре 2016-го. Тогда Оргкомитет в специальном положении определил основные требования к символике, прописал четкие критерии оценки, выдвинул положения, которые должны быть учтены при разработке основной и дополнительных эмблем. Брест – город древний и город современный. А это значит, что логотип должен был грамотно сочетать в себе исторический контекст и устремленность областного центра в будущее. Всего на победу претендовали более двух десятков работ. Однако полноценный и комплексный подход был полностью реализован только в проектной документации Анны Редько. Макеты отдельных сувенирных элементов девушка уже пробовала воплощать в жизнь. Я подошла к нему профессионально. Я потратила на него столько же времени, сколько тратила бы на коммерческий проект. Там было разработано помимо основного логотипа, еще дополнительные логотипы сопровождающие. Вся сувенирная продукция, то есть там кружки, майки, сумки, то есть все, на что это можно применять. То есть, в принципе, это уже такое руководство к действию. Утверждение логотипа к тысячелетию Бреста – первый вопрос на повестке заседания Совета депутатов. Анне Редько было предоставлено возможность презентовать свою идею, а также ответить на вопросы участников мероприятия. В торжественной обстановке художница получила заслуженный подарок от городской исполнительной власти за вклад в развитие областного центра и продвижение его бренда. Абсолютно очевидно, что данный логотип будет использоваться не только в 2019 году, он уже сейчас имеет место и уже даже используется. И я не предполагал, как руководитель города, что этот вопрос будет таким сложным. Сложным, потому что мы хотели иметь какой-то особый знак тысячелетия, непохожий. Особый знак тысячелетия, который неоднозначно ассоциировался, подположим, с каким-то историческим объектом. Но, в частности, очень много было предложений, которые только лишь показывали Брестскую крепость. Брестская крепость – это, конечно, знаковое место для горожан, но это не весь город Брест. И очень хотелось бы, чтобы этот логотип был такой позитивным. Везде шла среди лучших работ работа Анны Редько во всех ипостасях нашего конкурса. И, конечно, в марте последнее заседание комиссии единогласно присудило победу Анне Редько, потому что она, наверное, больше всего соответствует одновременно. И критериям нашего конкурса – город должен быть отражен, это с одной стороны. А с другой стороны, работа Анны Редько больше всего попадает под слово «логотип». Потому что логотип тоже имеет свои законы. Специальным подарком от Брестского городсполкома был награжден проект еще одного творческого коллектива – тандем отца и дочери Алины и Геннадия Вяли. К слову, Геннадий Игоревич в свое время был наставником Иоанна Редько – выпускницей Брестской школы изобразительных искусств. Организаторы конкурса уже задумались над тем, как внедрить еще одну эмблему в отдельную сувенирную концепцию. То, что мы получили сейчас в итоге, я считаю, это оптимальным вариантом, очень добрый, позитивный, хороший логотип. Ну и тот логотип, который мы позиционируем как параллельный победитель, по сути дела, он сделан более профессионально. Он сделан с точки зрения основ каких-то, может быть, геральдических или знаковых, он, может быть, сделан более профессионально. Но он чуточку не вписывается в ту конву использования логотипа, который мы предполагаем широко использовать в молодежной среде, в спортивной среде. Поэтому два, по сути дела, реальных у нас победителя. Теперь логотип «Тысячелетие Бреста» начинает свою новую жизнь, уже не на бумаге. Он будет использоваться в печатных материалах, а также при изготовлении сувенирной продукции. А работа по подготовке к юбилею города будет продолжена. То, что мы и дальше при принятии каких-то знаковых решений по тысячелетию города, каких-то информационных кампаний, всегда будем учитывать мнения горожан. Это абсолютно правильно, абсолютно очевидно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербанту, Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Сегодня на Брестском заводе бытовой химии произошла утечка паров, ортофосфорной и азотной кислоты. С раннего утра на месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики, эксперты. По словам специалистов, особой угрозы не обнаружено. Безопасности жителей микрорайона Дубровка ничто не угрожает. По предварительной информации, на заводе проводился технологический процесс по смешиванию химических реактивов. По регламенту, процедура не опасная, однако произошла химическая реакция с выбросом газа. Причины утечки паров устанавливаются. Сегодня в 9 часов 6 минут на центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о нахождении опасного газа на территории Брестского химического завода. К месту сообщения было направлено по повышенному номеру вызова техника, направлено 8 автомобилей. По прибытию силами и средствами была проведена разведка, развертывание, установлены водяные завесы для снижения концентрации газа и, в первую очередь, эвакуация людей. С территории завода спасатели эвакуировали 46 человек. Один рабочий предприятие пострадал, мужчина госпитализирован. По словам экспертов, уже к полудню на территории, прилегающей к Брестскому заводу бытовой химии, фиксировалось полное отсутствие концентрации опасного газа. На момент сообщения и прибытия подразделений фиксировалась концентрация газа, предположительно хлора, в 40 раз от допустимого. Вместе с этим, благодаря оперативным действиям по снижению концентрации, то есть установке водяных завес, за пределы завода газ не вышел. Подобная авария в Бресте была зарегистрирована около пяти лет назад на Брестском мясокомбинате. Тогда на предприятии произошел выброс аммиака незначительной концентрации. На данный момент, по факту чрезвычайного происшествия на заводе бытовой химии, проводятся следственные действия. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Сейчас о других событиях. Память сердца жива в веках. В Бресте торжественно была открыта мемориальная доска Героя Советского Союза, командиру пулеметной роты 239-го гвардейского стрелкового полка, старшему лейтенанту Пантелею Борисовичу Локтионову. Борельеф разместился на стене учебно-педагогического комплекса «Ясли-сад», начальная школа номер 6. В церемонии открытия приняли участие представители вертикали власти, ветераны и, конечно же, молодежь. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, с подробностями. Открытие памятной доски в честь Героя Советского Союза Пантелея Борисовича Локтионова состоялось сегодня в областном центре. Событие приурочено к празднованию годовщины Победы и стало еще одним шагом на пути увековечивания памяти о событиях Великой Отечественной войны. Куда идут? Однако трагические сороковые остаются в сердцах благодарных потомков, которые стараются передать память об этих тяжелых годах тем, кто, к счастью, не знает, что такое война. В городе Бресте много мемориальных досок, памятников, обелисков, которые посвящены именно героям теме Великой Отечественной войны. Их более ста. 48 улиц города Бреста названы в честь Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Жизненный путь Пантелея Борисовича Локтионова заинтересовал администрацию и педагогический коллектив учебно-педагогического комплекса. Довольно давно, и это неспроста, адрес учреждения улица Локтионова, 22. Педагоги вместе с родителями долго изучали биографию героя, даже нашли его семью на родине в украинском Запорожье. Создали в учреждении стенд памяти, где опубликованы наиболее интересные факты жизни Пантелея Борисовича. Очередным шагом стала инициатива разместить на стене учебного заведения Борельев. То, что работа по патриотическому воспитанию проводилась и будет проводиться, и достаточно глубоко, потому что я в том числе убеждена, что мы должны знать историю своей родины, мы должны быть патриотами своей родины, а быть патриотом своей родины – это значит любить свою малую родину в первую очередь. И вот, как говорится, начиная со своего двора, со своей улицы, потому что именно наши улицы являются безмолвными свидетелями и носителями истории нашей страны в целом. В Бресте к увековечению имен знаковых личностей всегда было особое отношение. В городе уже существует более 50 мемориальных досок и практически столько же обелисков и памятников героям Великой Отечественной войны. Борельев Пантелею Борисовичу Локтионову, изготовленный мастером Алексеем Павлючуком, станет еще одним объектом памяти. В финансировании открытия этой доски принимали участие и коллектив учебно-педагогического комплекса, и родители, и организации учреждения города Бреста. После торжественного открытия Борельефа гостей мероприятия ожидал большой концерт. Учащиеся школы в своих выступлениях вспомнили последний мирный день. Рассказали о военных буднях советских героев и, конечно же, спели знаменитые фронтовые песни, слыша которые и сегодня. Спустя больше чем семь десятилетий на глаза наворачиваются слезы. Совсем скоро Беларусь вместе с остальными странами постсоветского пространства отметит 72-ю годовщину победы над немецко-фашистскими захватчиками. Мероприятия, привроченные к одному из самых почитаемых праздников, уже стартовали на текущей неделе в городе над Бугом. В их числе многочисленные встречи с ветеранами, митинги и круглые столы. Тему продолжит Анастасия Стропко. Ежегодно в преддверии Дня Победы встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны проводят в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района Бреста. Не стал исключением и 2017-й. Мы обязаны им всем. Обязаны тем, что мы имеем. Обязаны даже тем воздухом, которым мы дышим. Поэтому мы всячески с великим уважением, почтением и памятней относимся к этим людям. Эти мероприятия нужны не только нам, а, пожалуй, больше не нужны молодежи. Мы последние свидетели войны, живые свидетели войны. Осталось ветеранов очень мало. Дай Бог им здоровья, но они, к сожалению, слабеют с каждым днем. И о войне могут рассказать, можем рассказать только мы, те, которые действительно видели войну, видели фашизм, видели, ощутили на себя зверство фашистов. Поэтому эти мероприятия просто необходимы. Памятный митинг состоялся на территории гарнизонного кладбища. От «Святые венки» Кобелиску возложили представители администрации Ленинского района города над Богом, Брестской пограничной группы, депутаты. В первых рядах, несмотря на возраст и участники Великой Отечественной. Не только и в этот праздник, и вообще в эти праздники, так сказать, всегда как-то встречаясь с волнением, вспоминаешь все то, что пришлось пережить. Особенно, так сказать, в памяти. Те товарищи, которые вот где-то рядом были, их не стало. Мы должны помнить, к сожалению, я сегодня посмотрел статистику, их становится все меньше. Вот две цифры, допустим, 253 у нас ветерана или людей, которые приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Здесь и дети войны, и те, кто там блокадники Ленинграда, и, значит, другие категории. А вот участников Великой Отечественной войны по Ленинскому району всего 65. 65, и из них часть уже не могут ходить, уже дома лежачие. А мы о них, конечно, не забыли. Я об этом даже не говорю, потому что это само собой разумеется. И грош нам цена, если мы об этом будем вспоминать только к празднику. В течение всего года они находятся под заботой, под нашей опекой. На сайте «Подвиг народа Мил» у меня, как у командира, фотография деда и подвиг его с медалью «За отвагу». Я думаю, что это 99% моих военнослужащих, у которых есть родственники, за которых можно исходить в церковь, поставить свечку, сказать хорошее слово. Не буду скрывать и чарку поднять в этот праздник. Поэтому идем с хорошими результатами, с хорошим настроением. Все у нас положительно. Внимание к ветеранам, забота о тех, кто потом и кровью завоевал мирное небо над белорусской землей – это почетная обязанность всех наследников поколения победителей. Лично праздник для меня, он близок очень, потому что в моей семье мой тесть, к сожалению, покойный, уже прошел всю войну, с 41 по 45, остался жив, награжден. И я хочу сказать, что в моей семье праздник почитаемый, повторяюсь, как Пасха. И всегда на 9 мая мы всей семьей приходим в Бресте на площадь терминалов для того, чтобы почтить память тех, кто предоставил нам возможность жить. Годы летят, внося свои безжалостные коррективы в список участников Великой Отечественной войны. Им все меньше остается людей, которые могут принимать активное участие в мероприятиях. Но ни один из них не забыт ни в канун 9 мая, ни в другие дни. Представители Управления Следственного комитета по Брестской области держат руку на пульсе жизни ветерана Антонины Обуховой. С предпраздничным визитом посетили они Антонину Андриановну и в канун 9 мая 2017. Как их не любить, как не испытывать то чувство гордости за них, и ту великую преданность, которую мы чувствуем перед этими великими, преданными, любящими жизнь людьми. Когда-то наша Антонина Андриановна говорила, деточки, как я люблю жизнь, как я люблю, вы просто не знаете, что такое. Когда мы кричали ура, ура, когда была великая победа, разрушенный город, но мы были счастливы, потому что мы знали, что мы сделаем все, чтобы Беларусь процветала. И так оно есть. Низкий поклон всем ветеранам, низкий поклон и крепчайшее здоровье, пусть их мало, но они такие великие, они такие любимые, они такие любящие. И храни их Господь. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, продолжаются в городе Надбугом. На днях в областном центре состоялся традиционный смотру строя и военно-патриотическая песни московского района города. За звание лучшего сразились учащиеся шестых военно-патриотических и кадетских классов из четырех школ города Бреста. О том, что значит для мальчишек и девчонок этот традиционный конкурс и какой он современный кадет, подробнее в нашем следующем материале выпуска. Сегодня кадеты – это не просто ученики в военной форме. Задача кадетских классов – воспитать военного человека, того, кто сможет защитить страну. С самого юного возраста эти мальчишки и девчонки учатся быть достойными гражданами своей страны, патриотами Родины. Для них честь, самоотверженность и ответственность – не просто слова. А потому удивить членов компетентного жюри, среди которых есть и военные, труда не составило. Ведь те, кто сегодня в строю – не просто ученики, а кадеты. Показать, какие на самом деле кадеты, насколько они важны. Какие на самом деле кадеты? Осмелые, отважные и добрые. Мой папа военнослужащий. Сейчас учится на факультете генерального штаба. Мама – учительница музыки. Ты решил пойти по стопам отца? Да. А в дальнейшем ты хочешь стать? Как хочешь? Военно. Учащиеся шестых классов с военно-патриотическим уклоном из 31, 28, 26 и 35 школ прошлись торжественным маршем, показав свое умение ходить военным чеканным шагом. Далее демонстрация элементов строевой подготовки и проход с песней. Выбирать победителей – задача не из легких. Настолько слаженно и четко маршировали все ребята. Движения точные, походка уверенная, глаза горят. Это огромное значение имеет для подрастающего поколения. Эти ребята, которые и девушки, которые занимаются в этих классах, у них совсем другое отношение даже к жизни. У них повышенная самоотдача, самооценка, дисциплинированность. То есть приятно смотреть и вызывает гордость. Уже какое-то первоначальное у них мнение создается о службе в армии, о дисциплине, о строевом порядке, выполнении каких-то элементов. Поэтому для них на первом этапе это интересно, но в будущем это уже подготовка и дисциплина нашего молодого поколения. Завершила патриотическо-исторический праздник путешествия в прошлое. После торжественной части смотра гости приняли участие в открытии школьной музейной экспозиции «На крыльях истории». Выставка «Тот исторический уголок, где можно узнать об истории Бреста и не только». Экспозиция отражает семь этапов развития города над Бугом. Подготовлены экскурсоводы, которые смогут нам дать ответы на любые вопросы. Ну и, конечно же, я надеюсь, что учащиеся других школ будут активными посетителями нашей музейной экспозиции. Ну а нам хочется, чтобы она развивалась и, возможно, когда-нибудь стала музеем. Продолжаем разговор о важном, актуальном, интересном. Гимнастика всегда считалась одним из самых красивых видов спорта. Наблюдая за выступлениями профессионалов и вживую, или с экрана телевизора, даже не будучи знатоком, оторвать глаз невозможно. Но немногие знают, что за изящными движениями, отточенными до совершенства элементами, артистизмом и грацией стоит ежедневная усердная работа. О том, какова цена побед в непростом виде спорта, отлично понимают брестские гимнастки. Подготовка программы, собранность на соревнованиях, настрой – каждый из компонентов важен. От него напрямую зависит результат. Брещина гордится своими чемпионами и знает их в лицо, однако о том, что по ту сторону ярких побед на соревнованиях едва ли догадываются простые обыватели. При открытии эту сторону медали попыталась наш корреспондент София Бережная. Выполнение комбинаций из гимнастических и танцевальных упражнений на ковре в музыкальном сопровождении – то, чему предшествует скрупулезная работа. Шаг за шагом, элемент за элементом, когда-то будучи совсем маленькими, эти спортсменки постигали художественное мастерство. Сегодня им есть чем похвастаться. Неизменными остались строжайшие дисциплины на уроках. Дисциплина в том, что касается поддержания физической формы, беспрекословное следование наказам тренера и упорство на каждом из этапов подготовки к соревнованиям. А как иначе, победы просто так не даются. А первенство давно стало синонимом брестским спортсменам. Когда ты действительно влюблен в этот вид спорта, ты будешь терпеть все. Я вот даже, судя по себе, как бывшая спортсменка, когда я любила эту гимнастику, мне не нужна была ни школа, ничего не надо было. И главное прибежать на тренировку. Да, там очень тяжело, там и слезы, там и пот, и все, и бывают травмы. Но все равно ты приходишь, на следующий день опять мечтаешь о том, чтобы как бы побыстрее прийти на тренировку. Художественная гимнастика для них – это не кружок по интересам, это пять часов ежедневного труда. Данный вид спорта требует огромной отдачи. Разминка, упражнения у станка, работа с предметами, будь то лента, мяч, обрыщ, скакалка или булавы, и все это, переступая трудности, могут преодолевать только те, кто по-настоящему любит свое дело. Я утром в гимнастике, потом сразу в школу, а вечером учу в уроки, и все успевается. Я хочу попасть на Олимпийские игры и посмотреть, как живут, выступают девочки. А сама поучаствует? Ну, тоже. Десятилетняя Лиза имеет отличные данные, она трудолюбива и целеустремленно. Говорить об Олимпийском пьедестале пока рано, однако в планах девочки и ее тренера – соревнование высокого уровня, курс только на победы. За пять лет овладения мастерством гимнастка успела себе показать на многих конкурсах. В копилке наград более 15 медалей, в том числе первые награды на республиканских состязаниях. На престижном конкурсе «Бэйби Кап» в Минске Лиза выступала в паре с Полиной Есиной. Дуэт сумел покорить судейский состав, яркое выступление принесло гимнасткам первое место в республике. Я хочу равняться на Маргариту Мамун, на Любовь Черкашину. В смотришь их выступления по телевизору, наверное? На Александру Солдатову. Сомнений в том, что этим спортсменкам покоряться вершины нет никаких. Их стремлению стоит только позавидовать. Однако завидовать в коллективе Анжелы Левицкой, в котором более 60 спортсменок, не принято. А вот равняться на старших – да. К опытному тренеру приходят заниматься дети с 4 лет. Зоркий глаз сразу разглядит, есть будущее у ребенка в гимнастике или нет. Тренер, он чувствует, когда идет ножка, есть растяжка, есть гибкость. Во вторую очередь, конечно, смотришь на родителей. В каком плане родители – высокие, маленькие. То есть, ну, это, как говорится, фактура. Фактура должна быть. Я не всем говорю, что да, пожалуйста, очень много я отказываю. В таком виде спорта, как гимнастика, послаблений нет никаких. Иначе результатов не добиться. Начиная с малых лет, ребенок, выбравший данный вид спорта, преодолевает трудности, идет к заветной цели. Только терпеливым и усидчивым покоряются вершины. Брещина взрастила немало чемпионов в гимнастике. Их именно сегодня на слуху. Их достижения доказывают, что наш край справедливо считают спортивным. Сегодняшние гимнастки – воспитанницы Бреска и спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по ФСО «Динамо», «Надежда области» и «Беларуси в целом». И они, без всяких сомнений, еще скажут свое громкое слово в спортивной истории страны. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Кюкюсенкай карате – чрезвычайно зрелищный вид восточных единоборств. Насыщенная боевая техника, глубокая философия, основные положения которой нацелены на формирование в человеке уверенности и стремление двигаться к поставленным целям. И, конечно же, невероятная сила духа. Это то, что отличает этот стиль боевых искусств от других. Вот уже два десятка лет в нашей стране это движение развивает Белорусская Федерация Кюкюсенкай Будо Карате под руководством талантливого наставника, человека, знающего свое дело Дмитрия Олехновича. В этом году объединение отмечает юбилей, свое 20-летие. О насыщенных буднях, постоянных тренировках и неиссякаемом оптимизме представителей большой белорусской семьи Кюкюшин наш следующий сюжет. На протяжении двух десятков лет в Беларуси существует Федерация Кюкюсенкай Будо Карате. Несколько тысяч человек по всей стране ежедневно посещают занятия, тренируя не только физическую, но и духовную силу, формируясь как личность, познавая себя и свои способности. Так уж повелось, только вместе, только вперед. И этим словам большая семья каратистов верна и по сей день. Когда-то давно такой принцип взял за основу своей деятельности генеральный директор, руководитель федерации Дмитрий Олехнович, и объединил вокруг себя тех, кто близок ему по духу и мысли. За эти годы мы стали мудрее, сильнее, активнее. И у нас впереди еще очень много интересных задач, которые мы решим. На сегодняшний день у нас в организации более 3,5 тысяч человек, действующих членов. Есть и спортивные достижения высокие, и чемпионы мира, и призеры мира, и Европы, и по разным другим направлениям чемпионы. Это говорит, если о спорте. Но я считаю, что самая главная победа, то, что мы увлекли большие массы населения, в первую очередь это дети, к занятиям физической культурой, к самопознанию и к самосовершенствованию. Сегодня координирующим центром для федерации является Брест. Город по праву сегодня называют белорусской столицей кикусинкой каратэ. Авторитет представительства Международной Федерации подтверждает и тот факт, что для проведения сборов в город довольно часто приезжают мастера со всего мира. Я видел, что уровни очень высокие, потому что вы, кроме стиля кикусинка, и ваши ребята занимаются очень сильно различными работой с оружием, прикладными всякими аспектами каратэ. Оценка трех уровней всегда присутствует. Каратэ – это как бы боевое воинское искусство, которое имеет два аспекта. Это аспект школы, который связан с тем, что люди должны знать ката, технику, кихон. И еще два других соревновательных аспекта. Это аспект ката, по которому проводятся международные соревнования, которые являются тоже судьем международной категории. И еще проводятся международные соревнования по кумите. За долгие годы существования Республиканская Федерация кикусинка и Будо каратэ объединила не одну тысячу белорусов. Это люди разного возраста, разных профессий. Однако всех их объединяет главное – желание прикоснуться к удивительному миру японской философии и познать себя. В 98-м или 99-м году того века, случайно как-то, не помню даже сейчас как, то ли объявление увидел, то ли что, что есть вот такая школа каратэ. Ну, пришел, понравилось. Ходил два года, где-то подрос. Потом был большой перерыв у меня, где-то лет 10. И случайно Дмитрия Дуановича встретил как-то, ну, в городе. И он, ну, наверное, человек обладает все-таки одаренностью такой и убеждать других людей. Хотя уже возраст, в общем-то, скажем так, солидный. Ну, начал заниматься, и вот уже четвертый год подряд уже, так сказать, трудимся, нравится. С каждым годом, ну, получение там новых поясов, новый уровень, все выше и выше, все становится интереснее. Очень, ну, как бы мне нравится посещать тренировки. Плюс у нас, ну, замечательный коллектив и отличный тренер. И поэтому каждая тренировка просто, ну, радость для меня. Конечно же, день рождения – это в первую очередь праздник. Отметить грандиозно такую задачу поставили перед собой каратисты. И им это удалось. Фестиваль боевых искусств стал кульминационной точкой большой и насыщенной программы. На арене спортивного комплекса «Виктория» с показательными выступлениями встретились лучшие школы страны. Айкидо, муайтай, тэквондо, дзюдо и, конечно же, кикусинкай. Всем им вместе удалось сделать настоящее зрелищное шоу. Город Брест, в принципе, уже признан у нас в Беларуси спортивной столицей. Это приятно. Не только южная, но и спортивная столица. Действительно, у нас построено за последнее время, последнее десятилетие, много серьезных объектов спортивных, где проходят соревнования самого различного уровня. И международные соревнования, и чемпионаты Европы, и мира. И у нас есть результаты. У нас есть достаточно большое количество спортсменов, которые сегодня выступают на самом высоком уровне, показывают высокие результаты. Есть даже олимпийские чемпионы, и, я думаю, скоро новые появятся. Я очень впечатлен фестивалем и тем, как он организован. За много лет мне доводилось видеть большое количество мероприятий. А это меня особенно приятно удивило. Хотелось бы, чтобы таких спортивных праздников было как можно больше. Особым блоком были заявлены выступления разведывательной роты 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и военнослужащих внутренних войск. Взаимодействие Белорусской Федерации карате с этими структурами выходит на новый уровень – взаимный обмен опытом. Время не стоит на месте, и то, что было актуально для подготовки 10-20 лет назад, сегодня требует совершенствования. Именно этот принцип лежит в основе всей работы и учебы белорусских каратистов. Кякушин сам по себе – это очень жесткая система воспитания. Это не мягкая система, это жесткая система. Но я думаю, что только таким образом можно достичь каких-то результатов. Никакая мягкотелость по отношению к себе и по отношению к другим, она не дает результата. Она, наоборот, расслабляет людей и дает им возможность почувствовать, что они уже что-то умеют. Достаточно жестко все у нас, достаточно жестко. Но это нравится и родителям, и детям, и тренерам – жесткий подход к системе воспитания. И стиль контактный требует дисциплины. Для того, чтобы сохранить его суть, контактный бой, в то же время остаться нетравмированным. Школа Кякушинкай. Этот путь каждый для себя выбирает один раз. И, как правило, навсегда. Ведь иметь исключительную подготовку может лишь тот, кто ежедневно трудится и совершенствуется во владении техникой, в работе над собой и своими слабостями. Жить по принципам Кякушинка и каратэ – значит быть успешным, значит идти по своему пути и всегда верить только в успех. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ» и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте book.tv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании book.tv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 7 мая ночью погодные условия на территории страны будет определять фронтальный раздел. Характер погоды начнет меняться, увеличится облачность. В Бресте днем ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 12-14 выше нуля, максимальная днем 20 градусов. 8 мая Беларусь будет находиться под влиянием циклона, центр которого будет смещаться через южные районы Беларуси на Брянскую область России. И по его периферии начнут распространяться холодные массы северных широт. Резко изменятся погодные условия. Похолодает. В Бресте будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 10-12 со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Редактор субтитров А.Семкин